Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект Хайтек. Меня зовут Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Давно у нас не было яблочных слухов. И вот, наконец, можем порадовать хоть одним. А то уже начало казаться, что Apple вообще перестала вести какие-либо разработки. Купертинцы разрабатывают гарнитуру AR уже несколько лет. На днях появилась новая информация. Известный ютюбер Джон Просер рассказал, что Apple планирует интегрировать в гарнитуру модуль для связи 5G. Гарнитура Apple Glasses будет включать собственный набор сенсоров для обеспечения точного представления виртуальных объектов. Данные будут собираться с помощью нового сканера LiDAR, который был представлен на iPad Pro в марте. Это, собственно, вся информация, что просочилась из-за стеклянных застенков кампуса Apple в наш мир. Лунное оригами как жилище. Датские дизайнеры занимаются разработкой саморасширяющегося лунного убежища. Первый образец они уже собираются протестировать в суровых условиях Гренландии. Строить на Луне одно мучение. Тут и низкий уровень гравитации, неудобные скафандры строителей космонавтов и еще много препятствий. Так что жилища, которые смогут собираться сами по себе, стали бы отличным решением для первых лунных поселенцев. Проект Lunark — это складной дом, на создание которого дизайнеров вдохновило древнее японское искусство — складывание фигурок из бумаги. Просто вместо бумаги 328 алюминиевых панелей, сплетенных вместе герметичным гибким швом. Посмотрим, удастся ли датчанам создать лунные дома. Спрос на них вполне может быть. Американцы недавно заявили о своих полных правах на всю Луну и даже другие планеты Солнечной системы. Это если у них получится оказаться там первыми. В автомобильной отрасли появился электромарафонец. Если точнее, то эта новинка может проехать на одном заряде дистанцию марафона 22 раза. Компания Dyson представила результат своего четырехлетнего проекта. Это электрокар с запасом хода в 960 километров. Инженеры компании, специализирующиеся на производстве бытовой техники, долго трудились над этой машиной. И вот она во всей красе. Весьма похожа на новый рейндж-ровер, но в деталях и технологиях, конечно, разница весьма существенна. Проект обошелся компании в 600 миллионов долларов. Кодовое название N526 — это семиместный минивэн с огромным запасом езды. Для сравнения, Tesla Model S имеет запас хода 600 километров, а Tesla Model X — 505 километров. В Dyson добились этого благодаря своей фирменной разработке твердотельных аккумуляторов. Масса автомобиля — 2,6 тонны, а разгон от 0 до 100 километров в час — 4,8 секунды. Максимальная скорость — 200 километров в час. Силовой агрегат — это два электродвигателя на 536 лошадиных сил, длина — 5 метров, ширина — 2, высота — 1,7. Есть панорамная крыша. Интерьер — футуристичный. Приборная панель в виде дисплея над водителем она плавает, перед его лицом подобно голограмме. Электрокар N526 не будет выпускаться серийно и представлен в виде концептуальной разработки. Dyson сообщил, что его команда уже трудится над другими проектами, которые также связаны с электроавтомобилями. Клетки можно перепрограммировать. Это удалось сделать американским учёным, а благодаря их практическому исследованию, возможно, появится новый способ лечения болезни Паркинсона. Это экспериментальное лечение началось два года назад. Клетки кожи человека были перепрограммированы для создания нервных клеток, производящих дофамин. Они были пересажены в нужный отдел мозга, и это ослабило симптомы недуга. Болезнь Паркинсона – прогрессирующее заболевание, поражающее миллионы людей во всём мире. Она вызывает тремор, скованность и проблемы при ходьбе и речи, поскольку клетки мозга, продуцирующие дофамин, дегенерируют. Исследователи сообщили, что трансформированные клетки и кожи были трансплантированы в оба полушария головного мозга дважды, и они до сих пор продуцируют дофамин, необходимый для ослабления симптомов болезни. Также не было никаких побочных эффектов. Лечение сократило время, в течение которого лекарства, что принимал пациент, не помогали ему. Прежде от тремора и других симптомов приходилось страдать по три часа в день. В конце курса – менее часа. Кстати, эксперимент частично финансировался самим пациентом. Он внёс в кассу больницы Маклин в Массачусетсе 2 миллиона долларов, чтобы ускорить ранние исследования. Субтитры создавал DimaTorzok